И так, господа, это 1-8 Гран-при. Это легкий вес. Представляем вам оппонента. Вот спортсмен по традиции три раунда. Спортсмен в синем углу. Ему 21 год, вес 70 и 20 килограмма, рост 180 сантиметров. Это профессиональный дебют. Его базовый стиль Ушу Санда. Он представляет Республику Дагестан, город Махачкав. В синем углу. Абдул-Капар Капаров. И его соперник красный угол. Его 19 лет, вес 70 и 1 десятая килограмма, рост 184 сантиметра. Это также профессиональный дебют. И его базовый стиль грэплинг. Он представляет Республику Дагестан, город Хасавюрт. К красному углу Рамазан Юзьяшаров. Рефри поединка Ашот Ашогян Анапа. Ну а в Хасавюрте вспомним традиционное сильное чеченское землячество. Собственно, максимально близкий район Дагестана и именно Хасавюрт. Республики. Опять же, традиционно вспомним, что братья Сайкиева легендарные олимпийские чемпионы. Тоже родом с Касавюртом. Ну и вот начало поединка. Интересно. Хороший внутренний лоу-кик. Редкая комбинация передней ноги и руки. То есть такой разброс. Обычно кидают так по Андрейскому кресту. Правая рука, левая нога. И наоборот. Здесь же нет. Левая и левая. Хороший вариант. Интересный. Последний бой Грам-при. Собственно, этим боем завершится наше полное понимание дальнейшего карда. И посмотрите, попытка удушающего приема. Захват. С одной стороны рефери нам мешает. Нет, захвата нет. Да, захвата пока нет. Но что стоит отметить. Абдул Капаров является точно замечательным сандаистом. А вот какие у него навыки партеры, мы просто не знаем. Потому что... Ну вот удар очень игрался и очень тяжелый. Посмотрите, несколько таких серьезных попаданий. Да. Потому что практически все виды спорта, в которых он выступал, особенно партера, не требуют. За исключением, разве что, вот, чемпионата Санкт-Петербурга, где он участвовал по ММА и по картеону. Но мы видим, что он довольно уверенно прижимает своего оппонента к клетке. И вполне возможно, что он готовился и хорошо готов, в том числе, к этой части поединка. Ну и не стоит забывать, что в Дагестане рождаются с разрядами. Абдул Капаров, который в Каспийске. Абдул Капаров, который в Каспийске. Абдул Капаров, который в Каспийске. Вот это правда. Кроме Каспийска. Там вполне себе, возможно, рождается и с боксерскими тоже. В принципе, за что вот лично я люблю Сайнда, за довольно быстрые руки. Вот у них очень быстрые хлесткие удары, как правило, руками, ногами. Но вот именно такая хлесткость. Не знаю, почему-то в первую очередь Сайнда у меня ассоциируется именно с этим. И вот, получается, перевод. Такое скручивание поймал на движение оппонента представитель Махачкалы. Абдул Капар Капаров. Ну и посмотрите. Вроде бы, да, ударник ярко выраженный, как он неплохо борется. Да, да, показал себя уже хорошо. Ну, в этом гран-при у нас борцов-то хватает, прямо скажем. То есть мастеров в этом плане тут не занимать. Ну, а, собственно, в ММА это чуть ли не основное. Да, борьба важнейший аспект смешанных единоборств. И вот посмотрите, или как... Блокируют ноги. Хабиба Нурмагомедова, или как в зале АКАУ, да, вот. Практикуется этот прием, да. И фото с голова, классическая работа. Возможно, вы удивитесь, дорогие друзья, возможно, нет. Но мы очень сегодня большое представительство. Ну, как группу поддержку, такую представительную слышим из республики Дагестан. Или, по крайней мере, вот, персональных болельщиков. Абдул Капара, Капарова здесь достаточно много. Их слышно. Таким отдельным немного сектором сидят. Вы посмотрите, снова скрестил ноги. Ну, дальше я заметил, что многие сейчас бойцы пытаются этот элемент использовать. Но не у всех он должным образом получается. Ну, да, да. Вот я... Почему? Потому что там надо захватывать ноги выше колена. А выше колена их захватить тяжело. Когда ты захватываешь выше колена, собственно, уже достаточно большой... Ай, как интересно! Зацеп изнутри. Вот крайне редкое движение. Хотя, вроде бы, классическое практически во всех видах борцовского спорта. И вот, посмотрите, сейчас удушающий прием. Но замок не должным образом... Замок-то хорошо захвачен, да, в руки, расположение. Ну, там очень сильные руки, конечно, нужны, чтобы проходили вот эти приемы типа анаконды. Однако вот рукой с попаданием было хорошее. И быстрый перевод уже в исполнение. Вот, посмотрите, у нас уже практически завершился первый раунд. Очень быстро, как динамично все протекает. Уже такая попытка, ну, больше формальная удушающего тормоза на Юзья Шарова. Вроде бы дебютанты, да, а при этом очень зрелая работа у обоих. Смотрим яркие моменты первого раунда. Здесь вот очень неплохо насыпал соперников. Да, приятно также отметить, что это одна из немногих пар, где если куда-то обоих углов не забыли с собой взять стулья для спортсменов. Регулярно почему-то забывают, не знаю почему. Второй раунд. Раунд этого заключительного поединка в серии Гран-при. Точнее, его 1-8 в легком весе. О, так оперативный перешлик к борьбе в этот раз. Да, быстро, без разведки. С места в карьер начали этот раунд бойцы. И посмотрите, какое скручение там. Да, такая попытка взять более удобный для удушающего захват. Пока безрезультатно. Одна рука была просунута, второй заправить не успел. Рамазан Изушаев. Изушаров. В колене пока в основном блок. Ну вот лезет за проходом в одну ногу. Получается этот проход. Тейкдаун в пользу Рамазана Юзейшарова. Ну нет, смотрите, так блокирует таким подхватом, что ли. Да, наверное, можно так сказать. Это движение Абдул Капар, Капаров. Так, и заходит немножко за спину. Какое интересное положение. Тоже в итоге сверху окажется. Не забирает спину. Даже не сверху, а за спиной оказывается Рамазана Юзейшаров. Ну, смотрите, заправляет сейчас ноги. Что дальше? Нужно разбивать блок. Соперника. Без ударов пока что. Но все-таки один зашел. Интересно, насколько хорошо сможет отзащаться блокопар Капаров. Положение непростое. Начинает наносить удары. И попытка провести решающийся спины. Но нужно было сначала, наверное, подготовить чуть тщательнее соперника. Да, возможно. Но кто его знает, если все получится, то, разумеется, скажет, что все было хорошо. Вот сейчас есть захват, но пока больше давление. Немножко находится так сбоку, боком соперника. Удушение сзади, оно не делается, когда нет четкого положения за спиной. Да, развернулся. Развернулся, развернулся спортсмен. И сейчас забирает позицию сам Абдул Капар Капаров. И половина поединка уже за плечами. Создает некий люфт для свипа возможного, чего-то еще. В принципе, почти получилось сбросить себя оппонента у Рамазана Юзьяшева. И все-таки встает на ноги. Встает в стойку, да. Да, чуть лучше все-таки в борцовской технике. Рамазан Юзьяшаров. И когда были оба спортсмены свежими, может быть, это не так было очевидным. Но сейчас все-таки это превосходство сказывается. Ну, да. Притом в обоих переводах, у обоих конкретных эпизодов есть свое преимущество. Переводы, например, если брать чистые переводы. Все-таки у Абдул Капара Капарова получается лучше. И на удивление его болельщики громче. Минута до конца второго раунда. Да, застыла, застыла немножко борьба. Трудно тут сейчас сделать перевод. Хотя ничего невозможного. Вполне рабочая ситуация. Ну, устали. Несколько устали спортсмены. И несколько более понятно друг другу стали. Поэтому проще стало блокировать. Да, сейчас не стоит. Динамичный поединок. Вы посмотрите, какой прием. Ну, все, уснул. В самой концовке второго раунда усупил буквально Рамазан Юзюшаров, Абдул Капара Капарова. И одерживает круто, очень яркую победу. Много у нас таких сегодня саблишенов, которые могут претендовать на лучший прием. Кстати, собственно, в первую очередь эта ошибка была самого Абдул Капара Капарова. Неправильно просто начал уходить. Это было же его движение. Он начал уходить от удушающего приема. Но просто сам уход был неправильный. Очень расстроен Абдул Капар Капаров. Посмотрите, как он. Да, в целом, в общем-то, он сам вновь довел поединок. Все происходит. Уважаемые поклонники Бэйбэк Искурс в этом поединке. Ну, вот что значит верить свою победу в любой момент. На пятом минуте второго раунда боец, на центр подойдите. Вызывают на центр. Одержал победу. На пятом минуте второго раунда удушающий прием. Мы стал четвертьфиналистом Гран-при Эйси Янглс в легком весе. Рамазан Юзьяшаров Хасавюр Дагестан. Которому наше поздравление. Вот что значит в себя верить постоянно.